Итак, всем привет, с вами Дамгай. Продолжаем играть в Age of Imperialism за Францию. И в прошлой серии начался мировой кризис экономический. Британия там вообще вон в руинах. Германия тоже. Там кризис, тоже всё очень страшно. Хотя я уже вижу, что они практически от него избавились по ощущениям. Но тем не менее, в Австрии пришёл к ласкете Гитлер внезапно. Италия, он заключался в связи с Германией. И в России там умер наследник и сменился правительство теперь. В общем-то, в мире происходит огромное количество событий. И у нас тоже они будут сейчас происходить. Мы привели к власти Петена, ну как привели. Он сам приходит к власти. И то, чтобы мы его привели. И теперь мы занимаемся развитием нашей промышленности. Фокус на промышленность, как я уже говорил, здесь безумные. Так что мы сейчас будем нереально застраиваться во всей Франции. И начинать производить, собственно говоря, наше оружие для будущей войны с Германией. Ведь у нас возрождается реваншизм. Поехали. Мне какая-то присоединяется к союзникам, но союзники это Россия. Теперь под боком у США есть Россия. Забавная ситуация. И вот у нас стоит выбор, пойти в свободный рынок, либо навязать ему свою волю. И смотрите-ка, здесь есть вот эти ивенты, я не знаю, что они дают, к сожалению. Так бы было бы получше оценить. Но здесь справа у нас есть инфраструктура и чеки для строительства. В каждом стейте это безумно сильно. Здесь есть общий фокус, который мы тоже сейчас возьмем. Но вот здесь вот есть выбор, взять себе поддержку со стороны иностранных инвесторов, либо госкапитал это блаженство. Мы получаем скорость строительства и доп. производства. Здесь мы получаем ТНП, чуть-чуть роста и чуть-чуть и темпов исследования. Регулируемый рынок это реформа, которая потом вообще станет свободной. Так что на нее сильно ориентироваться не стоит. И по моим ощущениям, эти вот 3 ТНП и 5 исследований, ну и скорость роста 5%, но это почти что пыль, слабее, чем вот это вот. Это все-таки выглядит как-то посильнее по экономике в будущем. Так что давайте пойдем сюда. И ирландское восстание в Британии зашло к концу. И востанцы проиграли. Ирландия независимой не станет. Посмотрите-ка, несмотря на все, Олимпийские игры проходят в Америке. 17 команд. И именно США завоевали первое место, а потом Норвегия и Швеция. Ничего себе. Кстати говоря, появились экономические решения. И слушайте, они неплохие, я вам скажу. Прям реально неплохие. Как минимум вот эти вот. За 2 ТНП на 100 дней мы получаем фабрику. В целом у нас строится фабрика. Сейчас давайте посмотрим. 100 дней как раз таки. Но это получается вне карты. За 2% ТНП. То есть, ну, выглядит выгодным. Плюс-минус. Ну и плюс инфраструктура. Это тоже приятно. Так что кнопочки эти приятные. Ну, вот это особенно приятно. 10 скорости строительства. Смотрим. Может мы будем нажимать на палитке, я пока у нас не вижу на это все. Антицаристские заговорщики. Ничего себе. Внутреннее восстание против Иоанна Кирова. Но он седьмой. Ничего себе. В России началась большая чистка дворян. Ого. Это выглядит интересным тоже. На самом деле, в каждой стране что-то интересное происходит. Параллельно. Поляки хотят колониальную империю. Реально исключительный случай. Морскую колониальную лигу. Да, у них есть выход к морю. Причем в очень неожиданном месте. Наблюдации полюсов и арности. Ну да. Только где они это сделают? Все колонии уже заняты. В Испании, кстати говоря, королевство Испания побеждает Испанскую республику. Это либералы против реакционистов. Реакционисты побеждают. Возвращение папских государств. Общение из Рима. Смотрите-ка, да. Тут был вопрос нерешенный в Риме. Потому что Рим был аннексирован. Но сейчас они договорились. И Рим выделится отдельной территорией. Но я так понимаю, не на карте, а, так сказать, официально внутри там где-то. Вышли мы в корпоративизм. Теперь у нас есть прекрасный баф. И у нас открываются новые фокусы. Ну-ка. Ежегодные фокусы. Целый год надует какой-то баф. Блин. Это тоже очень интересно. И, наверное, мы займемся сейчас вот этим вот. Прирост политки и стабильности. Потому что строим мы, конечно, строим. Но строим мы все очень медленно. Нам реально сейчас бы политкой и стабильностью заняться было бы полезно. И вот она. Промышленная революция. И открытое решение. Еще какие-то. Мы все открываем. Открываем для себя новые решения. Я так понимаю, на всех остальных странах происходит то же самое. Идем дальше тогда. А в Италии разгромили, я так понял, мафия, верно? Ну да. Здесь у них был дебаф мафия. Теперь его нету. На самом деле страны очень быстро избавляются от дебафов. Я так понимаю, быстро обзаводятся бафами новыми. И это меня радует. Это как раз таки та концепция, которая должна быть в играх. Ну, в модах. В ваниле тоже, которой не хватает. Страны должны становиться сильнее с фоксами. А не всю игру избавляться от каких-то дебафов. Итак, в России, так как мы закончились чистки. Да. Избавляться проблемы. Заняется некоторое время. Ну да, логично. Только я не понимаю, почему это американский мир. Но они убрали. Это как раз таки и проблема. Добавно, что здесь еще есть плюс инфраструктура в центре. А там уже не 10 случайно. А ладно, не 10. И правда. Инфраструктура просто у нас везде почти максимальная. Там летние игры, но это уже нам не сильно интересно. И да, инфраструктура почти максимальная везде. Ячейк куча. Почувствую, мы сейчас превратимся в промышленного монстра очень скоро. И вот эти фокусы. Сколько же нам военных заводов дают? Это просто безумие. Да и вообще всех заводов, в принципе. И я тут подумал, давайте-ка сделаем себе подлодочку. У нас сейчас верфи есть. Мы вряд ли можем хорошие корабли поделать без инвестиций в это. Да. В теории, да, у нас тут есть какие-то вон корпуса. Но куча опыта нужно. Модули не самые хорошие. Давайте просто строить подлодки, которые всегда будут плюс-минус полезны. Так что, да, вот так вот. Даже если это не не самые лучшие подлодки, они все равно конвою будут топить и находить. Просто безумно много всего нам дают, особенно верфей. И из-за того, что нам дают столько много верфей, а я замечу, это еще не все. У нас еще потом развитие колоний будет. Тут у нас еще, смотрите, вон. И фабрики, и верфи, и потом нефти просто тона в наших колониях. Есть перерабатывающие заводы. Еще верфи, еще и еще верфи. Еще инфраструктура, и еще, и еще. Минус тнп. Так что, я думаю, нам стоит на самом деле задуматься о флоте. Мы можем. У нас верфей, ну, реально будет, типа, там, не знаю, 40-50 по ощущениям только с фокусов, да? Так что, мы точно задумаемся о флоте. И, раз мы задумываемся о флоте, то стоит это делать сразу, то есть, надо сразу принять решение, хотим ли мы корабли иметь. И, ну, я, я, очевидно, хочу, да? Следовательно, нужно в самом начале игры уже их исследовать и начать производить. Это не то, что можно сделать очень быстро. И, что мы будем делать? Я думаю, как обычно, тяжелые легкие крейсеры. Плюс, возможно, у нас времени много, у нас верфей много, возможно, какие-то лильные крейсеры мы можем сделать. Единственное, я не уверен, что мы можем сделать авианосцы. Было бы приятно их сделать в целом. Но я не думаю, что... Опять же, у нас есть баф на морские бомбардировщики. Вот здесь вот. Следовательно, авианосцы в целом было бы не так, что и плохо сделать. Потому что у нас есть на это возможность. Посмотрим, посмотрим. Испанская монархия выжила? В целом, это скорее позитивно, потому что мы тоже идем в монархию. И, друзья, монархи, монархисты нам нужны? Вопрос, насколько у нас фокусы с ними дружественные или наоборот, может, захватнические? Скоро узнаем. В США тем временем прошли, я так понимаю, выборы. И Рузвельт стал. У Ваглавия минус 5 ТНП и плюс скоросределительство и минус ресурс на протаже. Жесть, как прекрасно. Хрибский бассейн. Ну, это всегда грустно. У нас уже просто 98 фабрик в сумме. Я думаю, мы уже по промышленности скорее всего больше, чем Германия. Господи, это просто безумно сильно. И самое главное, никаких дебафов. И делает это все очень быстро. Но вот с этим можно реально компактнуть против Германии. Я думаю, смотрите, дойдем вот до сюда. Скорее всего, возьмем вот этот фокус еще. 15% производства и 3 ТНП это просто суперсильно. Я не уверен насчет этого фокуса, потому что мы пока что не строим топливное хранилище по 2 штуки. Чтобы вы понимали, это очень сильно, потому что... А, здесь занерплено 100 тысяч дает. Окей, не так... Ну, хотя как занерплено, нормально. То есть, каждый это по тресте нашего запаса текущего. Запаса максимального текущего. Так что это все очень круто, и мы все это очень хотим. тоже. Но, наверное, не сразу, потому что я авиацию, наверное, прямо сейчас строить не буду, а в основном мне все перерабатывающие нужны для авиации, плюс для тренировок флота, но именно ранние. Так что, наверное, это у него не пойдем, но вот сюда точно пойдем. И... Это тоже, наверное, сейчас не возьмем, ТНП там дается минус. Вот туда. Потом я бы, наверное, все-таки прошел во флот, чтобы взять плюс скорость следования авианосцев, мы все-таки пойдем в авианосцев. На 100% модов на них баф все-таки это достаточно мощно. Авианосцы будут, будем еще длинный крейсер наверное строить, посмотрим. А, нам было ячейк, у нас остается еще 15, ну и прирост строительства. Шикарно, просто шикарно. Какие говоря, Япония дружит с Британией в этом моде, причем очень-очень сильно. А еще в Японии есть интересные фокусы под названием пропагандистская роль аниме. Я считаю, это очень интересно. Здесь вообще Кэмпэйтай сначала мы делаем, а потом аниме. Чувствуете связь, да? Вот в любом случае мы уже доходим до международных рынков. И сейчас у нас ТНП станет еще меньше, у нас сейчас 39. Ну-ка, мы выполним этот фокус и 8. У нас теперь 8% ТНП. Что это за безумие? Мы сейчас такую промышленность и забахаем. И это еще, ну, не предел. Мы еще здесь 3% снимем. В теории еще 5% будет вот отсюда. Кому нужны облигации, как у Германии на старте игры, когда у тебя просто на старте игры, как у Франции, 5 ТНП буквально сколько? Через, ладно, 2 года. Не сразу. Но все равно это безумно сильно, потому что Германия в этот же момент только разгребает свои дебафы. Хотя военная промышленность у них все еще солидная. Мы же пока что не делаем танков и самолетов, потому что мы хороших не исследовали. Вот с самолетик я потихоньку выхожу, а танками мне бы тоже стоило на самом деле заняться потихоньку. Но в основном я этого не делаю, потому что у меня еще нету концернов хороших. А без концернов исследовать не так приятно. И давайте-ка на фоне этого эти фокусы немножко сделаем, чтобы и стабильность поднять, и самое главное прирост политки повысить. Все-таки не хватает нам политки, честно говоря. Так что давайте дойдем чуточку. Там фильмы периодически какие-то нам показывают. Чтобы концернов себя как раз-таки заполнить, ну и плюс правительство. А тем временем армия восходящая солнце происходит. Японские войска готовятся воевать, я чувствую. Вот на разделении монархистского лагеря, но мы идем в Бонапартов. Так. Ага, и он становился сразу правителем. Плюс 25 опыта армии, плюс арга, плюс восстановление, господи, он тоже плюс 8% пополнения, вот это уже очень сильно. А, мы еще должны, окей, вот этот фокус сделать перед этим. Хорошо. У нас новый глава правительства, плюс 15 политки в скорости и там по исследованию. Круто. Мы под 7% встроимся. Супер. И смотрите, как у нас тут блин, советников просто тонна. У нас есть вот этот вот интересный советник еще на минус ТНП в начальнике отдела информации. Потом мы скорее всего сменим его на что-нибудь против сопротивления. Но это посмотрим потом. А сейчас ТНП на мирное время еще и плюс политка, ну и плюс микробонусы к производству. Шикарный чел. Берем. Вообще, я предполагаю, что здесь сроки войны все-таки немного сдвинуты по ощущениям, потому что вот этот вот год обычно тот же самый, что и вот здесь, да? Если я правильно помню, то что здесь 40-ой у нас стоит. Что здесь 40-ой. Но что танки, что самолеты чуть сдвинуты раньше, а лот чуть дальше. Это очень интересная тенденция. Здесь, видите, 32-34, а здесь 32-36. Я все-таки ориентировался бы, наверное, на вот эту дату, когда я начал войны. Так что у нас есть, наверное, 2-3 года где-то до каких-то конфликтов. Не знаю, либо нам их надо будет начинать, потому что у нас есть потом фокусы вот здесь вот. Я так понимаю, у всех вот этих больших стран в принципе и не есть, и любой может начать конфликты. И я не уверен, что здесь есть прям исторический путь конфликтов, как будто бы и нет. Так, пока я тут думал, как корабль делать, у нас происходит карнация Наполеона VI. Плюс популярность, плюс политка и плюс стабильность. Шикарно. Французская империя возвращается на карту. На карты? О, да. Французская республика капитулирует и империя ЦИН победила. Отлично. Мы сейчас ждем опыта, чтобы сделать себе вот такой вот легкий крейсер без брони по классике, чтобы он был дешевле. Опять же, смотрим, это лишняя тысяча почти что стоимости за не такие хорошие характеристики и снижение скорости. Поставил я все-таки сюда обнаружение дополнительное. Нам, я думаю, все-таки пригодится. На других корабли, потому что я это ставить не буду, а легкие крейсеры, они слишком дорогие. Пойдет на них вот это вот. Ну и куча просто легкой атаки, в принципе, все дефолтно. Пойдем, кстати говоря, вот сюда сейчас, я думаю. Плюс еще бафы на промышленность и скорость строительства. Самое главное, вот здесь вот еще прирост населения, который стоит лучше взять пораньше. У нас еще есть другой баф на скорость прироста, так что это будет полезно. Поддержка войны влияет здесь на фактор военнообязанного населения. Вот это неожиданно. Возьмем еще тут вот себе советника на опыт армии. Это военный министр. Он нам всю общую ее бафнет. Отлично. Мы, кстати говоря, здесь поставили себе плюс опыт авиации, чтобы она уже собиралась. И можно сюда поставить, в принципе, офицерский корпус. Остался у нас последний слот. И вот здесь вот есть выбор, я подозреваю, вот между вот этим, скорее всего. Хотя вот этот парень тоже полезен, но это скорее, когда мы вдруг будем защищаться, а мы собираем атаковать. Но суфражистка, она дает минус населения, ну, можно потерпеть. Минус стабильность тоже можно потерпеть, нас собирать. Но все-таки есть на этой кнопке. Но в обмен на это 10 производительности и 5 макс эффективности. И самое главное, еще 2% вот сюда военнообязанного населения. Это прям очень приятно. Я бы даже, возможно, здесь вот снизил, снизил до добровольцев за счет этого. Почему-то я не могу. Странно, видимо, эти кнопки нельзя поменять просто так, судя по всему. Странно, но еще разберемся. Потому что 5 нп я бы убрал. И в итоге было бы у меня тогда 0. Хотя у меня уже и так скоро будет 0, когда мы стабильность докачаем. Вместе с этим, здесь мы тоже, я думаю, берем, как и в прошлый раз. А плюс стабильности у нас снова нет. Вот оно что. Тогда берем гражданскую экономику и можем потратить еще на что-то политки. Вообще, что у нас здесь есть? Плюс стабильность. Ага, за политку плюс стабильность за производство, за тнп, за базовая поддержка войны. Понял. Политласть. О, вот это вот выглядит приятным. Да, давайте-ка возьмем вот это. Плюс поддержка нашей партии, плюс политку, но мы чуть-чуть, получается, окупаем и возвращаем все стабильность. Давайте. И ставим тут вот себе концерн на промку. Можно будет поставить еще один концерн. Пожалуй, нанести переработку. Я буду ее ставить. Или нет? Блин, 15% ресурсов это полезнее, думаю. Давайте дойдем, возьмем этот фокус, потом возьмем нефть. Все-таки нам нужно нефть, чтобы флот наш натренировать. И затем уже идем в фокусы флота, а потом в промышленность вот сюда. Блин, как же мы безумно строимся. Просто, ну, реально безумно. 0 ТНП. Теперь 80 фабрик одновременно у нас строятся. Я думаю, не знаю, сколько сотку, чуть больше сотки, наверное, сделаем. И потом начнем строить себе чисто военные заводы, я полагаю. Теперь мы еще получим. Стоит, наверное, да, о военных заводах задуматься. Время, что у соседей? Соседи там как будто, смотрите, Британия как будто восстанавливается. Она здесь уже какие-то средства собирает. Кстати говоря, британские фокусы не переведены. Либо не переведены не полностью. То есть откроем, посмотрим. Ну да, в русификаторе Британия еще не переведена. Но Франция, Германия переведены, уже можно за них спокойно играть. Здесь тоже уже все дебафы убраны. У них он еще, смотрите, апвер. Три ячейки тоже дают. И плюс развед, плюс 15 процентов. Это, кстати говоря, неплохо. Это почти что полное вот это вот. И знаете, что давайте сейчас исследуем вот это, а потом уже пойдем в центр обучения и будем брать чужих шпионов. Германские настроения в Польше? Я так понимаю, Польша там хочет все территории какие-то вернуть. Скорее всего, германские. Ну что ж, удача в этом. Без поддержки она вряд ли это сможет. А мы потихоньку идем в наши морские фокусы к авианосцам. И уже исследуем все средние танки. Я взял себе концерн. Будем начинать строить средние танки. У нас, в принципе, сейчас фабрики как раз достроятся плюс-минус. Поаташим, так сказать, ожиданием сколько мы хотим. И можно будет велико возвращения французского военно-морского флота. Прекрасный морской пейзаж. Отлично. Давайте в крупные корабли. Давайте посмотрим, есть ли нам что-то здесь что взять. Спецназ неинтересно. Сминится. Вот это нам, наверное, будет интересно, но не прямо сейчас. Ускорение модели морских бомбардировщиков. Ребята, морских бомбардировщиков уже давно нету. Очень странно выглядит. Ну ладно. Возьмем вот это. Вот это, кстати говоря, тоже нам бы хотелось взять, честно говоря, потому что 15 производительности в Верфей это сильно. А еще здесь есть концерн на минус заметность тяжелых кораблей, и мы это возьмем. Мы сейчас настроимся легких крейсеров, хорошее количество. В принципе, уже у нас... первые буквально выходят с Верфей лично. И после этого, думаю, мы авианосов несколько спустим на воду. Ну, 4 штуки. И вполне мы могли бы парочку линкоров тоже заказать. Я думаю, у нас есть на это средство. И вот мы исследуем всего лишь за 169 дней этот третий корпус, и за 400 мы можем следовать сразу с 40-й. Но я не думаю, что в этом есть большой смысл, но третий вполне себе. Да, и линкоры можем тоже третий поставить уже, исследоваться. Давайте так и сделаем. О, и вот то, что меня интересовало. Я нигде не видел фокусов на ячейки исследований, а теперь нашел. И мы, конечно же, эти кнопки понажимаем. Нам нужно еще стабильность для этого поднимать, но фабрик нужно 100 штук, кстати говоря. Мы как раз почти что так и достроимся. Прекрасно. Мы обязательно нажмем эту кнопку, как только у нас политика подкопится. И следующую, в принципе, тоже постараемся нажать. И вот у нас четвертая ячейка появилась. У нас появилось здесь бафы на исследование. Нам бы эсминцев, подстроить обязательно хотелось бы. Но нам бы еще и орудия вот эти исследовать. 200 дней. Блин, какое же жесткое опережение, но при этом не так жестко оно нас дамажит. давайте 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 с минцами займемся. Будет полезно. Так вот, мы сейчас взяли плюс произвести сверхфей. Мы сейчас выйдем с 0 от НП. Да, это окей. Но это временно. После этого пока что брать нет смысла. Мы сейчас пойдем в эти фокусы выйдем в стабильность максимум, чтобы взять себе ячейку. Стабильность все-таки имеет аж, я бы сказал, двойное значение не только для вот этого НП производства, но еще и для ячейок. Какое же безумное у нас производство на самом деле вот под этими бафами. Это просто жесть. 10 всего лишь военных заводов, но у нас 160 орудий производится. Я просто боюсь представить, что будет там с танками. И, судя по всему, я так предполагаю, мы можем себе поставить, позволить самые крутые танки, самыми лучшими апгрейдами, не экономить на них вообще. И нам нужно продолжать увеличивать стабильность этими кнопочками. Я думаю, мы культ личности нажмем. В принципе, нормально. Стабильность нам нужно 85. Ведь мы сейчас идем сюда. Стабильность мы не получаем, но мы получим. Немецкий орел снова поднимает голову на самых пострадавших. Реформы доказали правильный выбор на новую арену. Ага. Разрастет крепко. Ну, не так крепко. Мы скоро его пошатнем. Так вот. Мы сейчас возьмем вот это на плюс опыт армии. Будем качаться тоже, как обычно. Затем мы возьмем себе вот эту кнопочку, чтобы потом взять разрастающего орла, который и даст нам оставшуюся стабильность. Ну и плюс, если говоря, прирост населения и, самое главное, политка у нас начнет снова копиться. У нас готовы авианосцы. Третий. Это отлично. Давайте вернемся все-таки к остальным всем техам. Мы все-таки... И давайте, в принципе, линкоры можем пока что недоисследовать, честно говоря. Вот это мы для танков доисследуем и начнем их производить в этот момент. Все еще, я жду стабильности достаточно, но скоро будет у нас она. И можем сейчас сделать авианосцы и их начать производить. Кстати говоря, вот этот баф авианосец, видите, Здесь продплавник. Мне вот интересно, а сочетается ли он с тяжелым кораблем. Потому что это же тяжелый корабль тоже. ИС-3-5 с 0-3. Ну нет, ладно, не сочетается. Все-таки 25% нету. А жаль. Но все равно приятно. И заставляем в ангарме теперь. Ничего особенного. Наших вносов нету. Но 4 таких вот штуки мы провести, я думаю, обязаны. На этом моменте, я думаю, я закончу эту серию. Она уже затянулась. Просто я не знаю, какие здесь есть, так сказать, остановки, на которых можно ее подзакончить. Давайте просто сделаем ее вот здесь вот посередине. У нас просто безумная промышленность. Теперь мы ее почти достроили. И это еще не лимит наших заводов. Мы еще апнемся вот здесь. Может, еще какие-нибудь бафы будут. Посмотрим. Для этих крейсеров мы уже построили некоторое количество. Я так полагаю, 6 штук, да, будет у нас еще по десятку уже. Корабли наши выходят очень уверенно. Сверхиетнос солидная. Теперь подстроим у себя авианосцев и, наверное, после этого линкоров, потому что у нас есть на них хорошие бафы. Возможно, тяжелый крейсер еще. Посмотрим. Все как пойдет. Так что, ребят, серия закончилась. А с вами был Лобгай. Подписывайтесь, если вы на канал еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok